В Гомеле завершился доброчный марафон «От дня добра до дня счастья», организованный Гомельской областной библиотекой имя Ленина. Его головной задачей было оказать допомогу хворым детям. Добрую инициативу подхопили десятки гомельчан. В протяге темы репортаж Ганны Ковалевой. Супрацовники областной библиотеки разом с наученцами детячей школы мастерства у номер 5 Гомеля с подарунками и мини-концертом побывали в городском центре коррекционно-развивающего научения и реабилитации. Этот визит стал кропкой доброчного марафона под названием «От дня добра до дня счастья», который продолжился целый месяц, и он заявлялся часткой быного молодежного проекта областной библиотеки «Поколение мы». За несколько тысяч дней марафона организаторы акции поспели протягнуть до доброй справы десятки гомельчан. Приходили мамы с детьми, приходили пенсионеры, приходили семейные пары. Изначально мы планировали собирать только канцелярские принадлежности, для того, чтобы дети могли заниматься, развиваться, рисовать, лепить из пластилина. Но участники акции немножко расширили эти границы и приносили и игрушки, и какие-то сладости. Собранные рэджи волонтеры передали выхованцам центра. Дарыча, что месяц реабилитацию тут проходит с приклад на полсутни дятей с особливостями психофизичного развития. Организаторы подрихтовали подарунки для кожного, а еще дятей порадовали музычные композиции и яркие малюнки с пожаданиями. Мог сделать рисунки любой желающий. И вот конкретно вот эти рисунки рисовали студенты Гомельского возрастного университета Франциска Скорыны. И все желающие, все, кто приходил, видел нашу просьбу на сайте, вот приходил и рисовал, писал. Музыкальная терапия – это очень великое дело. Наши дети, когда слушают музыку, они улыбаются, лица их озаряются, они становятся спокойнее, были уравновешенными. Это, конечно, большой плюс для нас. И это и есть счастье для нас. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадио компания Гомель.